Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа тема дня сегодня веду я Михаил Горин а с нами на связи из Иерусалима израильский политолог Арик Эльман здравствуйте Арик вот на прошлой неделе мы с вами разбирали тот конфликт который произошел между парламентской комиссией по коронавирусу и правительством я напомню тем кто не в курсе что тогда комиссия отказалась утвердить решение правительства о новых ограничительных мерах что привело конфликтной ситуации но вот прошла неделя и ситуация практически повторяется хотя вроде бы стороны говорили что они извлекли из нее урок на ситуация повторюсь происходит та же самая вновь комиссия не утвердила не не утвердила все меры которые приняло правительство со стороны главы правительства опять раздаются угрозы в адрес председателя комиссии скажите пожалуйста это все таки мы сталкиваемся с неким каким-то частным случаем или же это вот такая тенденция что у нас парламент что называется вошел во вкус и будет и дальше использовать как бы свое право контролировать работу правительства я честно говоря не склонен пользоваться такими формулировками когда речь заходит о ситуации в так называемой комиссии по коронавирусу самом деле конечно это результат определенных политических сделок нам напомнить вообще что это такое комиссия по коронавирусу комиссия по коронавирусу была создана по инициативе блока кахола ван тогда еще объединенного этого года когда к мест надо помнить еще не функционировал полностью поскольку не было сформировано правительство и не существовала оппозиция большинство постоянно комиссии к месту не функционирует с тех пор ситуация изменилась нас функционирует полностью все комиссии которые должны рассматривать разного рода вопросы связанные с борьбой с вирусом они уже действуют начиная от комиссии по внутренним делам по здравоохранению комиссии по комиссии государственного контроля комиссии по законодательству и так далее но в рамках коалиционных соглашений между неогландцем временную комиссию по короне решили сохранить такой символической формы поскольку как мы помним главное объяснение создание этого правительства полуторного единства была борьба с коронавирусом и депутату Ифат Шашабитон который оставил в списке в наследство бывший министр финансов бывший глава почивший в грозе партии Кулану Мошакахрон вручили эту должность в качестве такой вот синякур и по ходу дела в обыкновенности завершается работа над так называемым законом о короне который изменит порядок рассмотрения разного рода правительственных решений связанных с борьбой с коронавирусом включая вот решение о карантине закрытии или ограничение деятельности тех или иных предприятий когда это произойдет комиссия по короне потеряет свою полномочия все эти решения будут рассматриваться уже в профильных комиссиях пока же комиссия это стало такой монополии где куда попадают эти решения и глядя на то как там принимаются решения понятно что аргументы медицинского характера эпидемиологического характера там сталкиваются с политическими интересами депутатов которые чутко улавливают настроение общества уставшего от всех тех неприятностей уставшего карантина улавливают объективное настроение владельцев разных бизнесов которые чувствуют что они оказались на грани финансового краха им хочется как можно быстрее выйти из создавшейся ситуации бы не допустить возвращение к карантину существовавшему весной поэтому мы видим что решение которые то же самое не сердце здравоохранения рекомендации которые она предлагает которые утверждаются правительством депутаты раз за разом отказываться их принять ситуация с ресторанами на самом деле был предложен компромисс который по которому ресторан должен продолжать работать только на открытых открытых площадках министерство здравоохранения против этого компромисса разряжала и тогда комиссия под руководством и фат шашабита он принял решение что рестораны продолжат работать в полном объеме включая закрытые пространства закрытые помещения где шанс за потенциальный шанс заражения переноса вируса гораздо выше поэтому здесь вопрос состоит не столько в том может ли кнест контролировать правительство может и должен вопрос состоит в том какими мотивами руководствуются депутаты когда не отвергают решения на которых настаивают специалисты понятно еще один скандал который тоже произошел на стыке правительства и парламента я имею ввиду то ну по сути дела перепалка которая возникла на заседании финансовой комиссии между министром финансов миссраэлем кацам и председателем коалиции микки зоаром слово за слово были брошены достаточно серьезное обвинение в адрес микки зоара исраэль кац практически его обвинил в том что тот лоббирует интересы своих родственников и так далее и все дошло до того что пришлось прерывать заседание комиссии и оба скажем так дуэлянта в кавычках естественно были вызваны на ковер главе правительства ну чем там дело кончилось неизвестно кто там будет извиняться и будет ли вообще извиняться но согласитесь ситуация сильно серьезно после таких обвинений ну хоть что-то общество должно услышать либо извинение одной стороны либо признание вины другой демократия предусматривает живую и бурную перепалку между коалицией оппозиции нет никаких сомнений когда лидер оппозиции я его пить жестко критику это абсолютно понятно и разумно общественность это этого ждет критики действий правительства со стороны оппозиция когда же подобного рода скандал начинается в рядах главной партии власти общественность совершенно справедливо начинает задавать вопросы не только о том действительно ли там микки зор лоббирует интересы владельцев залов или как микки зор в свою очередь заявил что исраиль как-то интересует бизнес его жены в общественности начать вопрос насколько экономическая политика правительства надо помнить что дискуссия экономическим вопросам по экономической программе экономической поддержки и так далее насколько вообще эта политика согласована на самом базисном уровне на уровне партии самого премьер-министра не говоря уже коллекционных партнеров и понятно что в такой ситуации коллекционные партнеры тоже теряют доверие к происходящему мы недаром представитель финансовой комиссии мошегафни который до недавнего времени считался практически политическим союзником антониал не разлей вода или куда начал весьма агрессивно демонстрировать свою независимость и даже заявил тому же самому микки зору напомним представитель коалиции должен заботиться о ее стабильности что вот есть вещи которые произошли между нами которые нельзя уже будет исправить наш союз он не может быть таким как его был прежде который совсем недавно интервью заявил что он не хочет чтобы бениганс стала премьер-министром если он сможет не допустить это мы говорим еще раз о председателе коалиции который входит и кафе лаван в главе с бенигансом проблема здесь на самом деле весьма серьезная и она сводится к тому что как было сказано целом ряд наблюдателей при создании нынешнего правительства и формировании нынешней коалиции что это не столько правительство и коалиция ликуда с ликудом во главе сколько это правительство и коалиция Натаниелла председатель КНЕСТа, председатель коалиции сегодня это люди главные отличительные критерии которых по которому они находятся на тех постах которые не находятся это лояльность стопроцентная можно даже сто десятипроцентная лично объеменута нет поэтому в случае с председателем КНЕСТа Яриум Лювином это не проявлялось пока в случае с председателем коалиции Митизором который по должности должен постоянно заниматься налаживаниями организации отношений внутри КНЕСТа чтобы продвигать повестку дня правительства и коалиции это очень четко заметно и понятно что не чувствуя спины так сказать Натаниеллу самой или не думая что он ее чувствует он не стал бы столь агрессивно атаковать министра финансов Исраэля Катса опять же надо напомнить когда совсем недавно в ликуде были праймерис именно Исраэль Катс Натаниеллу понимает скорее всего что такое зрелище оно ударяет по престижу правительства а престиж правительства сегодня это вещь абсолютно необходимая для того чтобы продолжать все-таки бороться за общественное доверие к тем мерам борьбы с коронавирусом и экономическим мерам которые еще последуют такое такого рода шоу в КНЕСТе оно конечно же наносит этому доверию весьма серьезно когда мы с вами несколько недель назад обсуждали будет ли будут ли предприняты конкретные шаги по аннексии отдельных частей Иудеи и Самарии вы как-то обмолвились что если ожидать таких шагов то ближе к 19 июля подразумеваю что именно в этот день должно состояться заседание по так называемым делам Бениамина Натаньягу ну вот 19 июля состоялось никаких драматических шагов мы не увидели не услышали да и в общем то решение по на этом суде на этом процессе было принято чисто техническое о том что рассмотрение по существу этих дел переносится на январь будущего года скажите пожалуйста вот на ваш взгляд это снимет некое напряжение в обществе потому что не только вы ждали привязывали какие-то шаги к началу суда что вот на полгода как-то все немного расслабятся или же ничего подобного ну я думаю что активисты участники вот этих акций протеста в основном на улице Бальфа резиденции они будут продолжать для них это наоборот решение которое придало им мотивации они говорят о том что в тот момент когда три судебные заседания в неделю начнутся с января Натаньягу даже если он не сможет даже если он лично не должен быть на них присутствовать все равно должен будет уделять весьма значительное число долю своего времени своим судебным делам и каждая минута которую он это тратит это минута которую он не тратит на борьбу за Израиль за наше благополучие за нашу безопасность и так далее поэтому они будут как раз продолжать свои акции протеста как минимум до осени где у нас традиционно осень это время завершения отпусков какими они не были в период коронавируса осень это время возвращения детей на учебу тогда у нас как правило накал общественной борьбы все-таки несколько спадал тем не менее возвращаясь к теме аннексии это на самом деле на мой взгляд добавляет интриги Натаньягу не может допустить что коалиция ради создания которого и так пошел на массу компромиссов вызвавших раздражение в правом лагере чтобы она ничего не сделала в вопросе аннексии время на то чтобы что-то сделать оно постоянно сокращается да и понятно что после ноябрьских выборов если трамп на этих выборах проиграет эта тема фактически сойдет с повестки дня потому что понятно что это не рискнет делать какие-то драматические шаги даже в те несколько месяцев которые трамп будет так сказать оставаться так называемой хромой уткой в белом доме демократическая администрация в главе с байденом не позволит не помешать израилю пойти на чернику не понятно что такие шаги отравят атмосферу в отношениях между израилю и вашингтоном и натаньягу на это не пойдет поэтому чтобы что-то сделать остается совсем немного времени максимум пара месяцев если этого не сделает то он подвергнется еще более жесткой критике справа чем то что мы наблюдаем сегодня и вполне возможно оппозиции в вопросах ослабит ослабит еще больше не забывать что значительная часть избирателей правых избирателей экс-блока кухолаван ушла к натаньягу к левлику в вопросах до недавнего времени до кризиса коронавируса потому что хотела выразить поддержку идеи аннексии если станет ясно что аннексии не будет ни в какой форме эти избиратели могут решить например они уже кстати наблюдаем эту динамику они могут перейти например к нефтолиданту что серьезно обострит ситуацию в Ликуде потому что не надо забывать если все идет дела идут так как они идут по договору между Натаньягом и Дансинг к ноябрю будущего года Натаньяг должен освободить кресло премьер-министра это вполне может открыть раунд внутренней борьбы в Ликуде вполне могут раздастся требования провести новый праймерис потому что это будет первый случай за последние более чем 10 лет когда представитель Ликуда не занимает пост премьер-министра в этой ситуации Натаньяг не может позволить себе ослабить свой правый фланг я думаю что мы какие-то шаги в направлении аннексии все-таки увидим до может быть даже до предстоящего еврейского нового года Арик спасибо за ваш комментарий всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи из Иерусалима был израильский политолог Арик Эльман до свидания субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»